Глава Республики Сергей Аксенов личным примером доказывает открытость в общении между крымским руководством и жителями полуострова. В здании Совета Министров он провел очередной прием граждан. Вопросы у крымчан самые разные. Их выслушала и Екатерина Наумова. Виктор Коваленко – председатель одного из инвалидно-спортивных клубов полуострова. В главе Республики он прибыл с одной целью – получить помощь в проведении под патронатом Сергея Аксенова международного легкоатлетического марафона для людей с ограниченными физическими возможностями. Положительный ответ последовал незамедлительно. Более того, окажут помощь не только в проведении соревнования, но и в размещении участников. Там 40 человек, уже мы договорились, все сориентировались. И Бурденко по размещению, вопрос решен, то есть это уже положительно. Следующая проблема социального характера. Галина Ивашенко пришла с просьбой в оформлении удостоверения российского образца для своей матери, как члена семьи, участника боевых действий. Этот документ позволит получать определенные льготы. Сергей Аксенов отметил – вопрос уже практически решен. Кроме того, помимо льгот будет выплачиваться и дополнительная ежемесячная денежная выплата к пенсии. Ещё одна немаловажная проблема, но уже более масштабного характера. Георгий Соколов принёс с собой целую стопку документов, которые доказывают, что начиная с конца 80-х годов большая часть санаториев на полуострове неправовым образом перешла в частные руки. Случилось то, что случилось. Чиновники Росимущества фонда Дашмина и те желающие, которые свои желания исполнили из структур, конечно, украинских, они договаривались и эту собственность оформляли на те, кто это хотел. В свою очередь глава республики подчеркнул – этот вопрос очень сложный. И к тем крымским предпринимателям, которые добросовестно купили объекты, претензий никаких не будет, если только это не касается действий криминального характера. Если были нарушения законодательства и украинского, и российского, здесь, пожалуйста, это прокуратура. Есть. Вот я говорю, здесь, пожалуйста, это прокуратура, то есть как бы без всяких вопросов я готов оказать в этой части содействие и сам готов в том числе написать заявление. По таким фактам никаких вопросов нет, будем помогать. Екатерина Наумова, Алексей Романов, Время новостей.